Отсутствие договора на обслуживание квартирного газового оборудования может стать причиной в ограничении подачи газом. Это украйнюю меру воздействия. Газовая служба готова применить в отношении тысяч абонентов, проживающих в частных и многоквартирных домах в городском округе Щелково. В газифицированных многоквартирных домах 57 366 лицевых счетов. Из них лицевые счета, это, как мы понимаем, как бы каждый собственник или инниматель. Из них только по 47 614 заключены договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Анализ показывает, что это как раз те дома, которые находятся или без управления на сегодняшний день, или находятся в непосредственном управлении. В зоне риска жители, которые по какой-то причине не выбрали управляющую компанию, и те, чьи дома находятся под управлением ТСЖ и ЖСК. Последние вопросы к обслуживанию газового оборудования полагаются на самих граждан. Сегодня отсутствие договора приравнено к административному нарушению. Что будем делать? У нас тысяча договоров не заключена. Наверное, отчасти это, потому что разъяснительная работа не ведется в том объеме, в том, в котором должна быть. Поэтому я спрошу Огайя Алексеевича. Нет? Здесь? Огайя Алексеевич, возьмите под свой контроль. В Мособулгазе решение проблемы видят в использовании механизма публичной оферты. Это когда управляющая компания, заключив договор со специализированной организацией, вступает в договорные отношения жителям на основании того, что в квартиру проведен газ. Проживающим в частном секторе специалисты Щелковской районной эксплуатационной службы Мособулгаза направляют в предупреждение. На оперативном совещании также обсудили план мероприятий по проведению Дня городского округа Щелкова. В этом году мероприятие будет проходить в течение трех дней с 23 по 25 августа. Центральные мероприятия пройдут на площади Ленина, в парке культуре, на набережной. Впервые в Щелкове пройдет акция «Ночь кино». «Ночь кино» – всероссийская акция. В Щелкове временные рамки показа расширят. На набережной Серафима Саровского 24 августа показывают фильмы будут с утра до вечера. Администрация округа и сотрудники учреждения культуры и спорта готовятся к ежегодному празднику. Создана рабочая группа. Завершается разработка единого брендбука. Каждый год он разный. И сувенирные продукции с символикой округа. В этом году мы будем запускать салют на набережной Серафима Саровского на территории Старого рынка. И перед запуском салюта в 22.00 на реке Клязьма будет проходить водное шоу. Ко дню округа жители Чкаловского смогут прогуляться по обновленной улице Гагарина. Осталось завершить укладку асфальта на круговом движении. Высажены деревья. На месте вырубленных подбираются площадки под посадку кустов сиреней на улице Циолковского. На днях начнется реконструкция первого участка улицы Пушкина. От улицы Шмидта до Парковой. Сдача работ ко дню округа. Значительный объем работ по обустройству общественных пространств выполнен в Трубино и Литвинове. Объем к обложению составит более 26 миллионов рублей. Близится к завершению монтаж детского игрового комплекса у дома-1 в Литвинове. Подарок детям от губернатора Андрея Воробьева. В поселке будет установлена современная детская игровая площадка. И в настоящее время в план работы входит устройство оснований под детскую площадку, корыто песочного городка, а также подходы к тротуару, в зону размещения детской игровой площадки. На сайте нашедефисподмосковья.рф продолжается прием заявок от жителей на соискание премии губернатора нашей Подмосковья. Городской округ неизменно в числе лидеров по количеству проектов. Первый этап премии приемка проектов продлится до 4 августа. От Щёлкова на премию «Добрых дел» направлено более 600 проектов, в реализацию которых задействовало более 1400 человек.